Уход за больными заболеваниями органов кровообращения, заболевания сердечно-сосудистой системы самое первое место среди смертности населения в наше время. И это гипертония, ишемическая болезнь сердца. Как правило, это у старых, но всё более у новых. Основная причина – стрессы, загрязнения, питание, алкоголь тоже и всё такое. Ну, в общем, я сейчас как бы не о кардиологии, в которой отдельный курс будет, а больше об уходе. Уход связан с диагностикой. Нужно как бы знать, что сейчас развитые всякие средства ЭКГ существуют, а также очень много всяких других средств диагностики. Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний существенно развилась именно за конец 20-го, начало 21-го века. Это современные методы рентгенокимографии, коронография, фонокардиография, поликардиография и так далее, утрозвук, зондирование сердца. Тем не менее, простые способы, которые применялись ещё в 19-м веке, тоже работают, и вот их как раз медсестратор регулярно осуществляет. Это прежде всего исследование пульса. Исследование пульса было обширно ещё в традиционной даже медицине, в китайской, в аюрведе, и целые там тома про исследование пульса. Пульс – это колебания стенок кровеносных сосудов. В зависимости от того, на каком он сосуде различает артериальный, венный и капиллярный пульс, причина пульса, понятно, что это деятельность сердца, поэтому пульс позволяет нам о сердце какие-то данные получить, как оно работает. Артериальный пульс может быть центральным, то есть на центральных артериях, допустим, на сонной артерии, или периферический, и вот периферический как раз на лучевой артерии, то есть на руке, где он обычно определяется. В принципе, можно его на сонной определить, но если сонную пережимать, то замедляется частота сердечных сокращений, поэтому там осторожно, на виске определяют. Ну, обычная, стандартная процедура – это всё-таки на руке, на лучевой артерии, потому что там хорошо прощупывается. Ну, видимо, все знают, у нас точно всем этот пульс определяли, между шаловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы. Кисть располагает чуть выше лучезапясного сустава, таким образом, что первый палец находился на тыльной поверхности предплечья, а остальные – над лучевой артерией. Прощупав артерию, прижимают её к лучевой кости и начинают на ощупь анализировать, что там с пульсом. Также применяется проверка величины пульсовых волн на левой и на правой руке. В норме должна быть одинаковой, но может быть разный. То есть разный пульс может быть на правой и на левой руке. Это может говорить о сужении, либо давлении соответствующих артерий, например. Показатели, по которым пульс определяют – ритм пульса, то есть регулярность пульсовых волн. Они могут в норме через одинаковые промежутки времени пульс идёт, но могут быть разные интервалы. Может быть неправильный пульс или даже дефицит пульса, то есть число пульсовых волн меньше, чем частота сердечных сокращений. Это примерцательная ритмия бывает. Но все знают, что считают частоту пульса. Это, пожалуй, основной и всем известный показатель. Частота пульса считается за 30 секунд, после чего, что мы там за 30 секунд сосчитали, мы умножаем на 2. Если пульс неправильный, тогда считают в течение минуты, потому что он может быть нерегулярным. Нормальный пульс в покое от 60 до 80 ударов. Увеличение пульса свыше 80 ударов – это тахикардия. Но тахикардия – это в целом у нас нормальное состояние. Допустим, если человек возбуждён, у него точно пульс будет за 80, если он только что занимался физкультурой, при любой нагрузке, при лихорадке пульс высокий. Поэтому, собственно, этот пульс становится таким же показателем, как температура. То есть он обозначает общее состояние больного, его ставят в температурные листы. Если, допустим, сестра пульс хотя бы раз в день мерит, то его записывает она в температурный лист. Меньше 60 ударов тоже бывает, называется брадикардия. То есть меньше 60 ударов в минуту – это у нас замедленный пульс, а больше 80 – это у нас слишком быстрый. Наполнение пульса определяется объёмом крови, который находится в артерии. Если хорошее наполнение – полный пульс, если крови мало. То есть, допустим, она пульсирует нормально, но очень слабо. Это слабый пульс. Например, при потере крови. Или пустой пульс, ещё говорят. То есть полный пульс, пустой пульс. Усилие, которое нужно применить для полного сдавления артерии, так, чтобы она не пульсировала, называется напряжение пульса. Напряжение пульса зависит от артериального давления. То есть, грубо можно давление также и вот таким способом померить. То есть, если трудно нам сжать, чтобы она перестала пульсировать, считается напряжённый пульс при повышении давления, а при снижении пульс становится мягким. Есть высота пульса, то есть это амплитуда колебания стенки артерии. То есть, вот если она расширяется сильно, на большое расстояние, большой диаметр у неё при расширении, считается высокий пульс. Если уменьшается амплитуда колебания стенки артерии, то низкий пульс. Ну и может быть даже нитевидный, то есть пульс еле прощупывается. Это может быть шок, коллапс, опять же, кровопотеря большая, нитевидный пульс еле прощупывается. Скорость пульса – это быстрота изменения объёма прощупыванной артерии. То есть это не частота пульса, а это именно как быстро изменяется объём артерии. При быстром её растяжении и спадении говорят о быстром пульсе, и при медленном объёме – медленном спадении – медленном пульсе. Ну вот точно так же, короче, как температура, в температурном листе, в общем-то, чертят график. Если врач сказал, сестре пульс мерить, она также график чертит, по которому примерно понятно, что происходит. Ну, обычно, допустим, с лихорадкой коррелирует. Высокая температура – высокий пульс. В принципе, есть соответствующие приборы. Мы все знаем тренажёры, допустим, даже тренажёры. Многие сейчас физкультурные, они измеряют параллельно пульс, чтобы можно было представить, что там нагрузка большая, небольшая. Тем более у врачей есть возможные сейчас приборы, которые вот эти все показатели пульса объективно как-то замеряют, выдают цифры без участия человека. Измерение артериарного давления необходимо при заболеваниях сердечно-сосудистых, так как они сплошь и рядом от давления и возникают, и им и сопровождаются ненормальным. Ну, тут вещи, которые в школе проходили, просто кратце. Значит, систолическое давление – это у нас максимальное, это после систола желудочка. То есть, сокращается сердце, и вот когда оно сокращается, у нас максимальное давление систолическое. Диастол – это когда у нас сердце расслабляется, и давление в этот момент падает, называется диастолическим. То есть, у нас давление всё время меняется, потому что сердце у нас сокращается в сосудах. И у нас обычно всё ещё применяют фигма-манометр, он же и тонометр, изобретённый аж в 1905 году. Хотя, в принципе, есть методы, допустим, непосредственного измерения, когда в сосуд вводят манометр. То есть, катетеры, вот когда он лежит, и у него прямо могут в сосуды, в крупные сосуды могут вводить манометр лежачему больному, и так мерят тоже давление. Ну, так, нормально это у нас через тонометр. Тонометр у нас точно все видели, это у нас типичная процедура, даже может терапевт без всяких показаний, просто раз к нему пришёл человек замерить давление, это считается как бы хорошо, потому что сплошь и рядом не чувствует человек, что у него повышенное. Ну, сфигма-манометр состоит из ртутного манометра, соединённого с манжетой и резиновой грушей. Обычно измеряют на плече, на плече, потому что там давление близкое к аорте, то есть к сердечной артерии. На плечо накладывают манжету, так, чтобы между ней и кожными покровами проходил один палец. В локтевую ямку вводят фонендоскоп. Нажатием груши нагнетают воздух в манжету, и, соответственно, ждут, пока величина давления в манжете не будет примерно на 40 мм ртутного столба превышать уровень давления, при котором исчезает пульсация плечевой артерии. То есть вот с этим фонендоскопом-то пульсацию в артерии слышат. Накачивают, так, чтобы примерно на 40 мм ртутного столба было выше, чем надо. Потом приоткрывают, и выходит воздух из манжеты, постепенно падает давление. Так вот, момент появления звука, это считают систолическое давление, и момент исчезновения звука, это считают диастолическое давление. Ну, раньше это вот так вот на слух всё. В современных тонометрах ставят микрофон, чтобы объективно... Допустим, ставят микрофон этот фонендоскоп, и он выдаёт на шкалу давление. То есть, чтобы не ориентироваться на субъективные эти ощущения врача, когда там звук возник, когда он прошёл, делают на шкалу выход, индикаторы ставят. Ну, и также мы знаем, что сейчас очень много всяких... В аптеках продаётся всяких автоматических способов измерения, хотя спорят, что они ненадёжные. Значит, нормальное давление систолическое от 100 до 120 мм ртутного столба, диастолическое от 60 до 80, однако у пожилых людей практически у всех повышенное, поэтому у пожилых считается, что максимальная допустимая 150 мм ртутного столба, систолическая, и диастолическая 90 мм. Оно может быть кратковременно выше нормы у нормального человека при эмоциональных нагрузках, физическом напряжении и так далее. Поэтому некоторые от врачей переживают, особенно когда врачи себя неадекватно ведут. И может, допустим, у врача высокое давление быть, это просто потому, что человек нервничает у врача, а потом в спокойных условиях, если замерить, оно у него нормальное. Ну, так или иначе, значит, повышение больше 120 на 80, это у нас гипертония, а снижение меньше 100 на 60, это у нас гипотония. Наиболее типичным является гипертензия в наше время по разным совершенно причинам, которые будут потом рассмотрены в других курсах. Так или иначе, длительное повышение артурального давления, оно системно портит весь организм, и сердечно-сосудистую систему, и почки, и нервную систему, и требует систематического лечения медикаментами, причем часто больной не понимает, что у него повышенное давление, что оно у него мешает. Но важнейшей причиной повышения давления является стресс систематический, поэтому гипертоник должен там спать хорошо, не переживать и так далее. В случаях, если контролируется давление, точно так же медсестра записывает все это в лист температурный, где пишет уже, соответственно, данные по давлению. Суточный мониторинг, когда это надо, осуществляется. То есть, допустим, мерят чуть ли там не каждые 15 минут. Но вот в таких случаях, конечно, сестра каждые 15 минут не мерит, и применяются портативные системы, которые просто на больного цепляются, и там есть монитор, который в компьютер передает эти единицы по давлению. Ну и, в общем, вот это вот сейчас все развивается. Мобильная сеть медицина, всякие датчики, которые на человека вешают, и без участия уже врача определяют какие-то основные показатели по типу пульса и давления. Ну, я скоро тоже заряжу тут медицинскую информатику, где буду про новое устройство много рассказывать. Если давление повышено, это как минимум нужно сократить соль, причем соль во многие продукты просто кладут, то есть и соль, и продукты, которые ее содержат. Есть много продуктов откровенно соленых с самого начала. Резкое повышение артериального давления это гипертонический криз. Затянувшийся гипертонический криз может привести к инфаркту и инсульту, то есть опасным для жизни состоянием. Резкое повышение артериального давления выражается в чем? Сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота и высокие цифры на тонометре. При гипертоническом кризисе строгий постельный режим, не надо никуда ходить, потому что может инсульт случиться, ставят горчичники на затылок, делают горячую ножную ванну и, естественно, лечат всевозможными средствами, снижающие давление, которые будут рассмотрены здесь в фармакологии. Ну и также мочегонные, кстати, препараты дают при высоком давлении. При этом, как правило, внутривенное введение этих гипотензивных средств, которые снижают давление, оно под контролем идет. После введения средств, снижающих давление, нужно в постели часа два оставаться, чтобы не было резкого падения артериального давления при попытке встать. В общем, все это довольно так все опасно, даже само лечение достаточно такое критическое. Снижение давления может быть у здоровых людей, допустим, чем у худых. Ну, естественно, надо сказать, толстые, это почему сейчас все говорят худеем-худеем, то у толстых давление выше. Вот у худых оно может быть даже ниже нормы. Но может оно быть и при кровотечении, при инфаркте миокарда давление падает ниже нормы, это тоже плохо. Наиболее типичный симптом при сердечно-сосудистых заболеваниях боли в области сердца, но на самом деле в области сердца не обязательно это сердечно-сосудистая система, так как это может быть невралгия, то есть заболевания на самом деле ребер, остеохондроз позвоночника вызывает иллюзию, что болит сердце, некоторые заболевания пищевода и желудка и так далее. Поэтому тут нужно комплексное обследование, чтобы определить, что именно сердце болит. Типичное, что происходит, называется приступ стенокардии, это приступ боли в сердце. Он возникает вследствие спазма коронарных артерий и типичный случай это за грудиной боли давящего или сжимающего характера. То есть вот не колит там, где бьется сердце, а вот именно в центре грудины как будто давит или сжимает. Вот это стенокардия может быть. Боли при стенокардии распространяются в левое плечо, лопатку, левую половину шеи. Как правило, у больного чувство страха, подливость. Продолжается несколько минут и лечится нитроглицерином. Вот если нитроглицерином лечится, это точный признак, что это был именно спазм артерии, потому что нитроглицерин именно артерии расслабляет. Стенокардия делит на стенокардию напряжения, допустим, при физической нагрузке, стенокардию покоя прямо ночью, может быть, во время сна. Иногда вместо стенокардии могут быть приступы удушья. Приступ стенокардии требует немедленного вмешательства, потому что длительная стенокардия это инфаркт миокарда. Полный покой нитроглицерин, который устраняет спазм коронарных артерий, горчичники на левую половину грудной клетки. Инфаркт миокарда возникает от длительной стенокардии, проявляются вот такие же боли, как стенокардия, но несколько часов, либо может даже резко быть, вот резко там рвануло, все, упал. Ну, вот обычно все-таки длительные боли, которые сопровождаются слабостью, страхом смерти, и длительные боли за грудиной. Может инфаркт нетипично проявляться удушьем, болью в подложечной области и так далее. При инфаркте необходима срочная госпитализация специализированными бригадами, помещению в специальные палаты, где срочно откачивают, потому что состояние опасно для здоровья. Ну, в целом это все уже относится к деятельности интенсивной терапии, поэтому, опять же, в этом курсе не рассматривается. Только общая информация, да. После стабилизации состояния больного, когда у него боли ушли, обычно они его кладут на строгий постельный режим, то есть, в принципе, это где-то как минимум месяц больницы инфаркт миокарда. Ну, вот там, когда он на строгом постельном, там уход как на строгом постельном. Контроль за постелью, кормление, там, судно, мочеприемник и наблюдение вот за всеми этими замерки, замеры пульса, замеры артериального давления, то есть, наблюдение за сердечное существо системы. Сердечная недостаточность, еще одно состояние, в котором уход осуществляется, развивается в результате поражения миокарда, например, ишемической болезни сердца и при гипертонии. Но, при этом могут возникать приступы сердечной астмы, то есть, ощущение сильной нехватки воздуха, то есть, удушья. На самом деле, не связаны с легкими, ощущение удушья, это вообще ощущение падения кислорода, да, в крови. Вот у него одышка, очищенное дыхание и цианоз синие, эти, синие у него, там, допустим, щеки, там, или руки у него синие, синюшность. Вот это сердечная астма и приступ сердечной астмы может перейти в отек легких, перейти, и это опасное для женисостояние. На фоне застоя крови в легочном круге кровообращения происходит переход жидкой части крови в альвеалы, то есть, у него прям вот кровь переходит в эти, в те пузырьки, которыми мы дышим. Это выражается, что у него клокочущее дыхание и выделяет пенистую мокроту. Отек легких, это предсмертное состояние, нужно немедленно лечить, он умирает, человек. Уход при сердечной астме придают полусидячее положение, горячие ножны и ванны с такой целью, чтобы кровь ушла из легких в ноги, накладывают в том числе жгуты на нижней конечности, чтобы там не уходила из них кровь. То есть, тут причина основная этого состояния, что кровь скапливается в легких. Вот поэтому пытаются, чтобы она в ноги перешла. Отсасывают эту пенистую мокроту, то естественно кислород дают, в данном случае кислород с парами этилового спирта дают, но естественно лекарство направлено на усиление сократительной способности миокарда сердца и мочегонные препараты, чтобы уменьшилась циркуляция крови всевозможная. Острое падение сократительной способности левого желудка может приводить к кардиогенному шоку. Кардиогенный шок это падение артериального давления, бледность кожных покровов, холодный пот, одышка, вплоть до там потери сознания. При кардиогенном шоке вводят обезболивающие, потому что ему там сильно больно. Повышают артериальное давление, допустим, норадремарином. Сердечные гликозиды, чтобы увеличить сократительную способность миокарда и вливают в кровь физраствор там и прочие всякие растворы, чтобы увеличить объем крови. Это острое состояние, также имеется хроническая сердечная недостаточность, постепенно сердце бьется все хуже, постепенное ослабление сократительной способности миокарда, если говорить научно. Хроническая сердечная недостаточность, нарастающая одышка, сначала одышка при физической нагрузке, а потом и в покое. Цианоз, это значит у нас синие, прежде всего, что синеет? Пальцы, отдаленные участки, мочки, ушей, губы синие, щеки синие, вот по этим признакам определяется, что скорее всего хроническая сердечная недостаточность. Тахикардия, медленно бьется сердце, отеки, за счет того, что сердце кровь плохо гоняет, она, отеки идут, жидкость где-нибудь замедляется, кровоток, жидкость везде там остается, не удаляется. Печень увеличивается, это тоже из-за застоя. При хронической сердечной недостаточности дают мочегонные, чтобы жидкость шла сердечная гликозиды, чтобы сердце побыстрее билось и тоже уход нужен, как правило, это постельный режим, чтобы меньше нагрузки на сердце было, причем положение с приподнятой головой, чтобы оттекала кровь опять же из груди, чтобы она оттекала куда-то вниз. В случаях тяжелой одышки, ингаляции, кислорода и таким больным отмечают частоту дыхания, частоту пульса, мерят артериальное давление, динамика отеков, чтобы проверить отеки, записывают сколько выпил жидкости и сколько выделил мочи. Если больше пьет, больше, короче, он писает, чем пьет, то это значит хорошее лечение, уменьшаются отеки. А если больше пьет, чем писает, значит у него остается вода внутри и значит отеков больше. Ну, поэтому вот мерят, сколько он написал и сколько он выпил. При тяжелых отеках запрещают поваренную соль, ну или по самому минимуму ее дают, так как вот как раз если соли не употреблять, то жидкость сливается. У нас, кстати, быстрый способ похудеть, это соль не употреблять где-то день, сразу там пару килограмм сольется. Ну и вообще ограничивает прием жидкости при отеках. Диета номер 10, ну об этом я расскажу. при отеках мочегонные применяются постоянно, в результате уходит калий из организма и рекомендуется есть калий. Эта картошка прежде всего особенно печеная, курагатом и так далее. Ну это значит хроническая недостаточность, при которой вот эти хронические отеки. По мере ее прогрессивности все хуже он двигается, поэтому там уже начинается постельный режим с соответствующими мерами по уходу. Ну и наконец острая сосудистая недостаточность, резко падает сосудистый тонус, обморок. Обморок это легкая такая вот острая сосудистая недостаточность. Обморок может быть в принципе у здоровых, но нервных. Допустим при боли, при отрицательных эмоциях, длительное стояние в каких-нибудь церквях может к обморку привести. Быстрый переход из горизонтального положения в вертикальный, допустим быстро встать, особенно вот когда голодаешь, если быстро встаешь с кровати, может обморок у тебя голодный быть. Ну обморок, побледнение кожных покровов, кратковременная потеря сознания, артериальная гипотензия, низкое давление. Обычно сознание при обмороке быстро восстанавливается несколько минут. При обмороке надо больного положить горизонтально с опущенной головой и приподнятыми ногами, чтобы кровь пошла в голову. Обеспечить ему доступ свежего воздуха, освободить от одежды по возможности, особенно которая одежда у него на груди, которая мешает ему дышать. Побрызгать в лицо холодной водой, похлопать по щекам, нашатырный спирт и так далее, чтобы очухался. Но обморок это еще ничего, его коллапс это причина смерти, острая сосудистая недостаточность с уменьшением объема циркулирующей крови это коллапс. И он может быть при инфекционных заболеваниях, при многих воспалительных заболеваниях тяжелых, при потере крови естественно нет, крови так и качать нечего, при отравлении может быть коллапс, ну и при различных тяжелых сердечных заболеваниях. При коллапсе зачастую сознание сохранено в отличие от обморока. Бледные кожные покровы, снижение температуры тела, поверхностное дыхание, частый пульс, низкое артериальное давление и это состояние опасно для жизни. Помощь при коллапсе, устранение причины, допустим, детоксикация, если причина коллапса, отравление, или остановка кровотечения, если причина кровотечения. согревание, вот ему холодно, надо согреть, ввести препараты, которые повышают артериальное давление, адреналин, например, кофеин там и так далее, ну и заливать в него жидкость, раз у него жидкости-то нету, вот переливают кровь, либо переливают всевозможные жидкости, которые кровь заменяют. Это значит общее, это примитно к уходу, что как бы общая такая информация о том, какие состояния могут быть в этом направлении требует особого ухода. Вообще, естественно, кардиология и дисциплина сложная, то есть я очень кратко все изложил по учебнику Гребенева Шептулина, ну и вот и дальше уже там, по-моему, уже через пару лет тут планируется подробный курс по кардиологии и фармакологии и так далее.